друзья всем привет с вами я дима и канал владелец аквариума начнем видео с такой необычной картинки сейчас работает фитолампа по таймеру рассвет еще не наступил но так как видео должно быть записано сейчас поэтому сейчас рассвет и наступит в аквариуме так где тут наши контроллеры вот так привычная так понимаю уже для всех картинка 200 литровый аквариум какие прошли в нем изменения значит кто следит за каналом наверное может быть уже обратили внимание чтобы появилась полянка тут с белым песочком да я убрал немножко отсюда монте-карло потому что самые панды вот тут просто устроили себе кубу вследствие чего пришлось не убрать все-таки этот все это все всплывшие безобразие ну и учащу как-то так вот когда убирал растение отсюда я обнаружил мальков я думаю панды один из них вот куда-то сюда переплыл вот и спрятался в траву не знаю может быть я повыкидывал часть с монте-карло может быть нет надеюсь что они успели скрыться хотя тут вот эти ребята они не дремлют креветочек они у меня тут быстро перебили поэтому сомики могут выжить только вот там где-то вдали второе изменение я разобрал в обе кусу вот смотрите в обе кусу скрипта кариной невеля и просто и и рассадил вот пучками видите как укроп связал ниточкой и рассадил тут мне раз два три четыре шесть шесть семь кустиков один уже всплыл нужно будет обратно ему вернуть под кустики я добавил таблетки ермолаева питательное железо и питать питательные таблетки них есть такие есть отдельно железо есть отдельно питательные таблетки кстати могу показать не реклама ну просто потому что кому-то интересно так вот такие вот таблетки питательные вот такие вот таблетки железо плюс если успели вы заметить тут co2 у меня исчезла я его убрал убрал по нескольким причинам первое это довольно частая перезарядка двухлитрового баллона на такой аквариум значит у меня последний раз когда я ставил после не было видео заправка баллона его заправил там влезло конечно не 800 грамм на грамм 400 хватило по моему на две недели круглосуточно круглосуточно наверно пузырек в секунду после чего я купила тесты обновил начал все это тестировать проверять и не очень не очень параметры изменились плюс начала появляться на воде такая белая как бактериальная пленка прям как плесень была на этой неделе я вчера менял воду в воскресенье сегодня понедельник поэтому не так видно на прошлой неделе это был просто капут я не знаю и думал что что-то в воду попала сейчас вот так это вторая причина почему я брал co2 я так себе придумал может быть это не так поправьте меня возможно газ который я туда задувал может он был не чистый может это примесью не знаю в общем в общем это вторая неделя без co2 может даже третья неделя посмотрим как это все будет причина 3 3 3 причина ребята вот эти вот все прекрасные мои буцифаландры это супер блюдо и праунд она просто начала растворяться смотрите вот просто черенки на него одна одна вот этом кустике допустим да ты я каждый день собирал вылавливал на поверхности листики мне это тоже не нравится пускай будет не так супер быстро все расти но будет все живое также появилось обрастание на листьях это вьетнамка и так думаю xinococcus вот вьетнамка из-за того что мне некогда и корм лежку осуществляет супруга ну как обычно о и бедные любимые мои скалярии они не доедают и кину крем побольше ну я думаю все через это проходили сейчас у нас не каждодневное кормление через день все нормально были у меня периоды когда в аквариуме я и раз в неделю рыб кормил и все было отлично природе они и реже кушают по по растениям но в принципе по растениям не очень хороший час у них вид мне написал написал челентано под никнеймом челентано мне по поводу фосфатов что вот этот xinococcus это из-за фосфатов кто знает скажите потому что я в эту химию никогда не вникаю я все делаю вот получается хорошо значит делаю так как есть не провожу там какие-то тесты эксперименты и прочее хотя не знаю может быть нужно будет это все делать думаю опять же думаю о новом светильнике хочу прийти к минимализму то есть был один светильник они вот это вот три третьих балки хочу рст течь в общем хочу рст течь двух балочный скорее всего что метровый будет заказан чуть позже ну и также хочу уйти от двух фильтров 11 фильтра сейчас думаю может быть это будет также флювал но какой-то из высшей серии еще пока не знаю все зависит от всего и от финансов по рыбам рыбы себя чувствуют нормально вот это пара они уже метали икру как я рассказывал раньше они же ее и сожрали вот третья скалярия она там сама по себе в общем вот она бедолага тут тусовец она не голодная кушают я знаю что я теперь из этих ребят не могу завести креветок потому что креветки быстро закончится стоит они идешь вот меченосец пока сам не знаю нужно будет его наверно отнести там где есть меченосцы вот сомики все в порядке вот панды тут у нас прячутся они из немногих которые вот показываются на глаза ну еще одна пандочкой сидит он там блэк венесуэлы они где-то там ну вот но они почему-то прячутся хотя вон они вот вон эти венесуэлы штерп не вижу штерпы вообще вот они такие перепуханные они то ли не привыкли еще не знаю хотя за это время можно было бы уже и привыкнуть в общем общем и целом вот вот такое состояние аквариума вот такое картинка вот я сейчас монитор смотрю картинка вроде бы отличная мне прямо очень нравится к не нравится вот этот конечно простите воду специально не менял для видео не готовился но вот когда смотрю не через монитор телефона понимаю что нужно что-то менять возможно весной и будет какая-то перестройка глобальная пока не знаю вот стаяная рыба ведут себя нормально них конечно уже стало поменьше но но не так прям уменьшилось количество думал я кстати вот добавить их прям взять и добавить ну посмотрим может взять еще 50 чтобы запустить сюда пусть плавают если конечно опять же вот эти крокодилы их не съедят вот они ждут ждут кормушка же тут будут кормушка конечно же нужно сидеть тут целыми днями вот вот как то так пропал один листик у меня на анубиасе пинта не знаю видимо что-то ему тоже не нравится вот этот вот анубиас как же он как же как же ребята я запамятовал как вот этого порода маленького анубиаса напиши напишите мне в общем вот это тоже начал обрастать ну наверное из-за того что у меня есть перекорм в аквариуме ну ничего это я исправлю подменами подменами воды и все будет нормально может быть придется купить все таки тесты фосфат и нитраты я не знаю ну когда я буду делать тоже без понятия вот сейчас приболел по голосу наверно слышно да ну вот и есть время посидеть дома полюбоваться аквариумом записать для вас видео ну вот и так далее выздоровею и все опять так набегами пришел посмотрел порой бывает приходишь и даже не не захожу не смотрю на аквариум вот эти анубиасы я по подстригал вот видите много пеньков были совсем плохие листья уже брошу я их по выбирал так сказать обновил тут одну веточку я срезал и там в гущу событий так сказать и отправил вот когда выбирал вот отсюда лужайку так подумал может вообще убрать эту пущую покровку потому что без co2 я думаю все таки начнет загибаться не факт конечно но с co2 она отлично поднялась вот кто кто и вот этот эта трава она реально ощутила что появилась углекислота вот этим всем медленным я думаю все равно есть co2 нет co2 они растут потихонечку вот как-то так в общем ребята вот такое видео получилось если есть какие-то советы советуйте обязательно подписывайтесь на канал гости канала обязательно ставьте лайки ставьте дизлайки оставляйте ваши комментарии меня это стимулирует к созданию новых видео для вас если же опять же вам это интересно ну смотрю интересно люди задают вопросы я стараюсь на них отвечать ребята по поводу мне очень часто спрашивают по поводу какой у тебя свет какой у тебя фильтр какие у тебя растения пожалуйста посмотрите мои видео неоднократно я в них рассказываю какой свет распаковка светильников добавлял даже когда вот этот фитосвет это все рассказывал какие были светильники там 70 литровым тоже можно это найти а вот какие сорта были у меня буцефаландр можно также увидеть на данный момент вот справа налево справа гладиус вот тут хейтс black хейтс копи сусу вот в этой кучке вот это супер блю тайп раунд вот там вот брони брауни пикси вот четко посредине кадра если смотреть а вот это вся поляна вот это вот моя любимая буцефаландра колокуян один сейчас она не в очень хорошем состоянии во первых я ее дергал пересаживала она всплывала тут нитки растворялись и так далее в общем сейчас я пока не буду трогать пусть все это растет вот думаю на сегодня хватит если есть какие то вопросы задавайте если хотите какое то отдельное видео а там допустим про буцефаландру пишите сделаем или же там про скаляри или альтумов как их там правильно называют вот они ждут ждут еду а еда будет завтра в общем ребятки все на сегодня все говорить уже устал так как бронхи болят вот поэтому всем всего хорошего и до скорых встреч в эфире всем пока дам и дам и и и